Борис Кригер Иллюзия морали Как много зла, как много бед и страданий принесла горделивая, самодовольная мораль, когда, возвысив себя до трона универсальной справедливости, облеклась в плащ палача. Как часто, вместо того, чтобы утешить, помочь, наставить, она безжалостно осуждала и карала, не видя, не понимая, что осуждает не грешника, но человека, мучимого и искалеченного жизнью. Мораль, поднимающая мыч праведного гнева, не знает сострадания. Она не видит за внешними проявлениями того, что творится в душе, что борется в человеке, а рвет его на части. В ее суждении нет места для слабости, для ошибки, для слезы. Сколько раз под покровом добродетели, под маской справедливости, мораль становилась слепой к боли, жестокой к слабости, равнодушной к плачу. Мораль — это рыцарь в сияющих доспехах, приносивший страдания не только тому, кого осуждала, но и самому обществу, которое обманывало своим мнимым правосудием. Под ее жестким взглядом, под ее железной рукой погибали живые души, искалеченные, сломленные, не нашедшие в ней ни утешения, ни спасения, но лишь холодный, безжалостный суд. Ведь как часто в истории мы видим, как мораль, ослепленная своим праведным гневом, рушила жизни, клеймила и отправляла на казнь тех, кто нуждался в помощи, кто искал не осуждения, но понимания. Как часто под ее знаменами вершились самые гнусные преступления, пытки, инквизиция, казни, изгнания, все ради того, чтобы сохранить свое господство, свою неосхворимую власть над телами и душами. И стоило ли это того? Стоили ли те истерзанные тела, те сломленные судьбы, те искалеченные души того, чтобы утверждать ее мнимое царство на земле? Нет. Ибо любая мораль превращается в палача, утрачивает свою сущность, теряет свое истинное предназначение – вести, поддерживать, вдохновлять. Она становится не тем светом, что освещает путь, но тьмой, что подавляет жизнь, тьмой, что разрушает все человеческое в человеке. Животные в своей естественной простоте и честности часто кажутся моральнее и чище человека, именно потому что их поведение не обременено сложностями и противоречиями, свойственными человеческой напыщенности. Животные живут, руководствуясь инстинктами и базовыми потребностями, но в этих инстинктах нет места непомерной лжи, особому притворству или корысти, которыми так часто омрачены человеческие отношения. Их действия, по большей части, искренне и прямолинейны. Когда они незатейливо заботятся о своих потомках или проявляют сочувствия к членам своей группы, это не вызвано ожиданием наград или признания, а лишь естественным стремлением к поддержанию жизни и благополучии среди своих. Собаки, например, обладают невероятной преданностью и верностью, безусловной любовью к своим хозяевам часто даже в тех случаях, когда люди проявляют к ним жестокость или равнодушие. Это чистота чувств, это простое и неподдельное стремление быть рядом и защищать. Вот что делает животных моральнее многих людей, которые порой забывают о таких фундаментальных принципах в погоне за личными амбициями или выгодой. Кроме того, животные по большей части не знают зависти, жадности или жестокости ради удовольствия, тех пороков, которые часто разъедают человеческие души. Когда львица охотится, она делает это не из ненависти к жертве, а чтобы прокормить себя и свое потомство, в отличие от человека, который может причинить боль и страдания другим ради власти, ради денег или простого развлечения. Животные живут в гармонии с природой, подчиняясь ее законами, не стремясь доминировать над ней или разрушать ее. Животные также обладают чистотой в своем отсутствии лицемерия, кроме случаев, когда хитрости требуют охотничий инстинкт или когда они научились лукавству людей. У них нет привычки притворяться, скрывать свои истинные намерения или пускаться в сложные социальные авантюры, чтобы оправдать свои действия. Их поведение прозрачно, наивно и понятно, что делает их внутренне чище, чем людей, чьи поступки часто скрыты под покровом социальных норм, масок и условностей. Именно в этой простоте, честности и гармонии с окружающим миром животные могут казаться моральнее и чище человека, чей разум, хотя и дает ему способность к самоосознанию, духовному развитию, часто становятся источником раздоров, страданий и моральных компромиссов. Мораль у животных представляет собой удивительную область изучения, которая показывает, что основы морального поведения могут быть обнаружены не только у людей, но и у многих других видов. Исследования показывают, что такие элементы, как эмпатия, сострадание, кооперация, альтруизм и справедливость присутствуют у некоторых животных, особенно у приматов, дельфинов, слонов и некоторых видов птиц. Эти формы поведения служат важными адаптивными механизмами, способствующими выживанию и поддержанию социальных структур в группах. Например, у шимпанзе наблюдается сложное социальное поведение, включающее в себя помощь другим, заботу о больных или раненых, а также разделение пищи. Такие действия можно интерпретировать как проявление эмпатии, альтруизма, что способствует укреплению социальных связей внутри группы. В некоторых случаях шимпанзе даже наказывают тех, кто нарушает социальные нормы, что указывает на наличие чувства справедливости. Другие животные, такие как дельфины, также демонстрируют поведение, которое можно рассматривать как моральное. Дельфины известны своей склонностью к кооперации, они помогают другим членам своей группы, а также другим видам, например. Немало историй о спасении людей или других морских животных. Слоны проявляют признаки глубокого эмоционального сопереживания, когда помогают раненым или погибшим членам стада, и даже организуют траурные церемонии вокруг умерших особей. Птицы, такие как вороны и попугаи, также демонстрируют удивительно сложное социальное поведение. Они способны на долгосрочное сотрудничество, обмен ресурсами и даже проявляют признаки стратегического мышления, когда помогают своим партнерам. Например, вороны известны тем, что делятся едой с другими, даже если те не могут предложить что-то взамен в данный момент, что может быть интерпретировано как форма альтруизма. Эти примеры показывают, что элементы морали, такие как эмпатия, справедливость, альтруизм, не являются исключительной прерогативой человека, а имеют биологические корни, которые можно обнаружить у других видов. Такое поведение у животных не обязательно требует сложных когнитивных способностей, подобных человеческим, но оно играет важную роль в поддержании социальной гармонии и выживании в группе. Эти исследования позволяют предположить, что моральное поведение эволюционировало в ответ на социальные потребности и служит важным механизмом для выживания и адаптации в сложных социальных структурах. Биохимия морали представляет собой область изучения того, как биологические и химические процессы в организме влияют на моральное поведение и принятие моральных решений. Эти процессы включают в себя действия нейромедиаторов, гормонов и других биохимических веществ, которые оказывают воздействие на мозг и эмоциональное состояние, способствуя развитию и поддержанию моральных норм и ценностей. Нейромедиаторы, такие как серотонин, дофамин и окситоцин, играют ключевую роль в регулировании эмоций и поведения, которые лежат в основе морали. Окситоцин часто называют гормоном привязанности или гормоном любви, способствует развитию эмпатии, доверия и привязанности к другим людям, что поддерживает социальные связи и сотрудничество. Серотонин влияет на настроение и самочувствие, а также на способность к контролю агрессии и импульсивности, способствует стремлению к социальной гармонии и соблюдению моральных норм. Дофамин, участвующий в системе вознаграждения, также влияет на принятие моральных решений, усиливая стремление к достижению цели, что иногда может приводить к моральным компромиссам. Гормоны, такие как кортизол и тестостерон, также оказывают влияние на моральное поведение, особенно в ситуациях стресса или конфликта. Кортизол, гормон стресса, может снижать способность к рациональному мышлению и вызывать более импульсивное поведение, что иногда приводит к нарушению моральных норм. Тестостерон, связанный с агрессивностью и доминированием, может способствовать поведению, направленному на усиление социального статуса, что в некоторых случаях приводит к аморальным поступкам. Определенные области мозга, такие как префронтальная кора, амигдала и передняя поясная кора, активно участвуют в процессе принятия моральных решений. Префронтовая кора отвечает за высшие когнитивные функции, такие как планирование и контроль импульсов, играя ключевую роль в оценке моральных дилемм. Амигдала участвует в обработке эмоций, таких как страх и агрессия, влияя на моральные реакции в ситуациях, связанных с угрозами или опасностью. Передняя поясная кора регулирует конфликты и оценивает ошибки, что важно при столкновении с моральными дилеммами, требующими выбора между противоречивыми ценностями. Эволюционная теория предполагает, что моральные инстинкты и связанные с ними биохимические процессы развивались как адаптивные механизмы, способствующие выживанию и успешному воспроизведению. Развитие эмпатии и альтруизма на биохимическом уровне могло способствовать укреплению социальных связей и улучшению кооперации в группах, что увеличивало шансы на выживание. Биохимия морали демонстрирует, что моральные установки и поведение не являются исключительно результатом воспитания или культурных влияний. Они имеют глубокие биологические корни, которые регулируются сложными взаимодействиями нейромедиаторов, гормонов и нейронных сетей. Эти биохимические процессы делают мораль гибкой и адаптивной, позволяя быстро реагировать на изменяющиеся условия и поддерживать социальную гармонию в своих группах. Осознание биохимических основ морали помогает понять, почему моральные нормы могут различаться между людьми и культурами, а также как они могут изменяться под воздействием различных факторов. Эволюция морали из биологического явления в социальное поведение отражает ее адаптивный и гибкий характер, который развивался не как универсальный набор правил, а как механизм, позволяющий людям лучше приспосабливаться к условиям своей среды. Моральные инстинкты имеют глубокие биохимические корни и связаны с эволюционными механизмами, которые обеспечивали выживание и воспроизводство социальных животных, включая человека. У многих животных, особенно у приматов, наблюдаются зачатки морального поведения. Эти формы поведения способствовали выживанию групп, потому что они обеспечивали поддержку между индивидами. Переход к социальной морали с развитием человеческого общества вывел инстинкты на новый уровень. Они стали социальными нормами, которые регулируют поведение людей в группах. Однако, в отличие от биологических инстинктов, социальная мораль стала более сложной и разнообразной, адаптируясь к разным культурным и историческим контекстам. В разных обществах выработались свои моральные нормы, которые отражали уникальные условия жизни этих обществ – климатические, экономические, политические. Со временем мораль развивалась как адаптивный механизм, который помогал группам людей выживать и процветать в разных условиях. Это объясняет, почему моральные нормы могут быть столь разнообразны и даже противоречивы в разных культурах и в разные эпохи. Например, в одних обществах моральный долг требовал беспрекословного подчинения старшим, в то время как в других поощрялась индивидуализм и личная свобода. Такая гибкость морали позволяла обществам быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и вызовам. В современном обществе мораль продолжает эволюционировать, отражая изменяющиеся потребности и ценности. Сегодня она становится все более сложной и контекстуальной, учитывая разнообразие культур, убеждений и жизненных ситуаций. Моральные нормы продолжают заполнять функцию регулирования поведения, но они уже не воспринимаются как нечто абсолютно универсальное и неизменное. Вместо этого они рассматриваются как набор инструментов, которые можно адаптировать для решения конкретных социальных проблем. Так или иначе, мораль не является универсальной и фиксированной системой правил, а скорее адаптивной и гибкой структурой, которая эволюционировала из биологических инстинктов и продолжает видоизменяться в ответ на потребности общества. Эта гибкость делает мораль жизненно важной для выживания и процветания человеческих сообществ, но также требует осознанного подхода к ее применению и переосмыслению в вечно меняющемся мире. Вопросы морали занимают центральное место в философских размышлениях человечества на протяжении веков. Моральные системы, хотя и служат руководством для поведения людей, нередко оказываются предметом споров и противоречий в поиске универсальной истины и справедливости. Общество часто опирается на мораль как на основу для решения этических дилемм. Однако глубинный анализ показывает, что сама природа морали не так однозначна, как может казаться на первый взгляд. Во-первых, мы сталкиваемся с тем, что любая мораль по своей сути является иллюзорной. Ее существование обусловлено субъективными восприятиями, культурными, историческими контекстами, что делает ее относительно и переменчивой. Эта иллюзорность лишает мораль претензий на абсолютность и универсальность, обнажая ее зависимость от конкретных условий взгляда. Во-вторых, даже если мы принимаем мораль как некий ориентир, ее аморальность проявляется в тех случаях, когда она навязана. Навязана извне, насильно. Мораль, лишенная свободы выбора, становится инструментом принуждения и теряет свою истинную ценность. Принуждение к морали противоречит самой себе, превращаясь в форму угнетения, а не добровольного следования добру и справедливости. Наконец, бесполезность морали как аргумента в дискуссиях становится очевидной, когда она используется в спорах, где участники исходят из разных моральных систем. Субъективность и относительность морали препятствуют ее применению в качестве объективного критерия истины или справедливости. В результате моральные аргументы часто приводят к разногласиям и конфликтам, чем к достижению консенсуса. Давайте предложим три закона, демонстрирующие, что мораль, несмотря на ее важность в обществе, имеет свои ограничения и противоречия. И четвертый закон, который подводит итог к этим трем. Понимание этих ограничений позволяет глубже осознать сложность этических вопросов и искать альтернативные подходы к решению проблем, с которыми сталкивается человечество. Первый закон. Любая мораль является иллюзорной, поскольку она представляет собой конструкцию, зависящую от субъективного восприятия, культурных контекстов и временных условий, а не абсолютную истину. Доказательства иллюзорности морали можно провести через анализ ее субъективной относительной природы. Моральные нормы и принципы сильно зависят от индивидуального восприятия и личного опыта. То, что один человек считает моральным, другой может считать аморальным. Эта субъективность показывает, что мораль не является универсальной истиной, а представляет собой восприятие, которое варьируется от одного человека к другому. Моральные нормы различаются в зависимости от культуры, исторического периода и общества. Например, то, что в одной культуре считаются нормы, в другой может быть осуждаемы. Исторические примеры подтверждают, что мораль меняется со временем. Нормы, которые считались моральными столетия назад, сегодня могут восприниматься как аморальные. Эта культурная относительность показывает, что мораль не является объективной реальностью, а продуктом социального исторического контекста. Мораль не остается постоянной даже в рамках одной культуры. Куда там? Даже в рамках одной личности. Социальные и этические нормы эволюционируют, отражая изменения в обществе, науке и философии. Это подтверждает, что мораль подвержена изменениям и не является неизменным стандартом, а следовательно иллюзорна в своей претензии на абсолютности. В разных обществах и даже среди отдельных людей могут существовать конфликтующие моральные нормы. Это противоречие указывает на отсутствие универсальной морали, что подтверждает ее иллюзорную природу. Если бы мораль была объективной истиной, такие конфликты не возникали бы. Какой же мы делаем вывод? Поскольку мораль зависит от субъективного восприятия, культурного контекста и времени, она не может считаться абсолютно истиной. Она представляет собой иллюзию, созданную в ответ на социальные, культурные и личные факторы. Эта иллюзорность морали проявляется в ее изменчивости и относительности, что и подтверждает данный закон. Эммануил Кант, вероятно, попытался бы оспорить такой закон, что любая мораль является иллюзорной, поскольку это утверждение прямо противоречит его философским взглядам на мораль. Эммануил Кант был уверен в том, что моральные принципы могут быть универсальными и объективными, и его теория категорического императива была попыткой вывести такие принципы из рационального анализа. С точки зрения современных подходов к морали, можно сказать, что Кант в определенной степени не учел важные аспекты, такие как культурная относительность и субъективность моральных норм. Его стремление к универсальности и рациональности морали, хотя и было обосновано в его контексте и философской системе, не учитывало сложность и изменчивость человеческих моральных систем, которые мы лучше понимаем сегодня. Кант был прав в том, что пытался создать систематический и рациональный подход к этике. Его идеи о достоинстве, автономии и уважении к личности оказали огромное влияние на развитие моральной философии. Однако его уверенность в том, что можно вывести универсальные моральные принципы, которые будут одинаково применимы для всех людей во всех ситуациях, на практике сталкивается с трудностями из-за разнообразия культурных, исторических и индивидуальных контекстов. Так что, с одной стороны, его философская система была инновационной и важной для своего времени, но с другой, она имеет ограничения, которые делают ее менее применимой в современном мультикультурном и плюралистическом мире. Это не означает, что Канн был неправ в абсолютном смысле, но его подход можно рассматривать как неполный или недостаточно учитывающий все аспекты морали, которые стали более очевидными в последующих философских и социальных исследованиях. Ярким примером, иллюстрирующим этот наш первый закон, может служить отношение к вопросам смертной казни в разных культурах и эпохах. В некоторых странах и в разное время смертная казнь рассматривалась как справедливое и морально оправданное наказание за тяжкие преступления. Например, в средневековой Европе смертная казнь была широко распространенной практикой и считалась необходимой для поддержания порядка и справедливости. В то время моральные нормы поддерживали такую практику, считая ее оправданной. Однако в современном мире многие страны и культуры рассматривают смертную казнь как аморальное и недопустимое наказание, которое нарушает фундаментальное право человека на жизнь. Организации по защите прав человека, такие как Amnesty International, активно выступают против смертной казни, считая ее бесчеловечной и неэффективной. В этих обществах моральные нормы изменились таким образом, что смертная казнь стала считаться морально неприемлемой. Этот пример показывает, что моральные нормы, связанные с одним и тем же вопросом, могут кардинально изменяться в зависимости от культурного контекста, исторического периода и субъективных убеждений людей. То, что в одном обществе и в одно время считалось моральным и правильным, может быть осуждено как аморальное в другом обществе или в другое время. Это ярко демонстрирует иллюзорность морали, ее зависимость от субъективных восприятий культурных контекстов, а не от какой-либо абсолютной истины. Предложим второй закон. «Любая мораль становится аморальной, если она навязана извне, поскольку истинная мораль должна исходить из внутреннего осознания и свободного выбора, а не из принуждения или давления». Доказательства этого закона можно провести через философский анализ природы морали и свободы воли. Мораль представляет собой систему норм и принципов, которые регулируют поведение человека, направленная на достижение добра и справедливости. Она предполагает осознанное принятие и следование этим нормам. Истинная мораль предполагает свободу воли. Человек должен иметь возможность самостоятельно выбирать, как поступать, исходя из своих убеждений и ценностей. Если моральные нормы навязываются извне, это лишает человека возможности сделать осознанный выбор, превращая его действия в вынужденные, а не добровольные. Когда мораль навязывается, она теряет свой добровольный характер и превращается в принуждение. В таких условиях человек действует не по внутреннему убеждению, а по необходимости или страху наказания. Это противоречит самому понятию морали, поскольку она больше не исходит из внутреннего осознания и стремления к добру, а является результатом внешнего давления. Если мораль становится формой принуждения, она утрачивает свой нравственный характер и становится аморальной. Принуждение, независимо от цели, противоречит принципам свободы и уважения к индивидуальной автономии, что является основой морали. Какой же мы сделаем вывод? Таким образом, любая мораль, навязанная извне, не является истинной моралью, а лишь аморальным принуждением. Мораль, чтобы оставаться моральной, должна исходить из свободного выбора человека. Закон о том, что любая мораль становится аморальной, если она навязана, мог бы быть оспорен философами, которые поддерживали идею объективных моральных норм и считали, что навязывание морали может быть оправданно в определенных обстоятельствах. Например, Платон утверждал, что существует объективная высшая форма добра, которой должны стремиться все люди. В его представлении философы, обладающие знанием идеи добра, должны руководить обществом и навязывать моральные принципы тем, кто не обладает таким знанием. Для Платона навязывание правильной морали было бы оправданным, если это приводит к созданию справедливого и гармоничного общества. Только общество, описанное в его работе в диалоге государства, больше напоминает фашистскую антиутопию. Томас Гоббс также мог бы оспорить этот закон, поскольку он утверждал, что в естественном состоянии люди склонны к конфликту и насилию, и что для поддержания порядка и предотвращения анархии необходимо наличие сильной государственной власти, способной навязать определенные моральные нормы, Гоббс считал, что в интересах безопасности и стабильности общества моральные принципы могут и должны быть навязаны всем членам общества, поскольку это способствует общему благу. Таким образом, философы, рассматривающие мораль как средство для достижения социального порядка или объективного блага, могли бы оспорить закон об аморальности навязываемой морали, видя в этом не столько принуждение, сколь необходимую меру для защиты и укрепления общества. Современные взгляды на мораль подчеркивают важность свободы выбора и личной ответственности. Идея о том, что навязанная мораль становится аморально, исходит из убеждения, что подлинная мораль должна быть осознанным и добровольным выбором, а не результатом принуждения. С этой точки зрения навязывание моральных норм даже во имя высших целей может считаться нарушением свободы, автономии и личности, что в свою очередь может привести к аморальным последствиям, таким как подавление и угнетение. Ярким примером для иллюстрации второго закона может служить история инквизиции и насильного обращения людей в христианство в средние века. В эпоху инквизиции католическая церковь активно навязывала свою мораль и веру людям в Европе и за ее пределами. Те, кто отказывался принять христианство или придерживался другой веры, подвергались жестоким преследованиям, пыткам и казням. Церковь считала, что навязывание христианской морали и веры оправдано, поскольку это спасало души и обеспечило божественный порядок. Однако, с точки зрения современного понимания прав и свобод человека, эти действия считаются высоко аморальными. Навязывание веры и морали через насилие и принуждение нарушало личную свободу, достоинство и право на свободу совести. Люди, принявшие христианство под угрозой, не делали это по собственному осознанию и свободному выбору, а из страха перед наказанием, что делает такие моральные действия аморальными, поскольку они не исходили из внутреннего убеждения, а были результатом внешнего давления и принуждения. Этот пример показывает, что когда мораль навязывается извне, она утрачивает свою истинную ценность и становится формой угнетения и насилия. Истинная мораль должна быть результатом свободного выбора и внутреннего осознания, иначе она теряет свою моральную основу и превращается в инструмент аморального принуждения. Хорошо. Но как же воспитание детей? Воспитание представляет собой сложный и многослойный процесс, где с одной стороны родители и общество передают детям моральные нормы и ценности, а с другой важно учитывать свободу личности и развитие собственного критического мышления у ребенка. Второй закон, утверждающий, что любая мораль становится аморальной, если она навязана извне, требует особого подхода в контексте воспитания. Воспитание детей действительно включает в себя передачу моральных норм и ценностей, что неизбежно подразумевает определенное навязывание, особенно на ранних этапах, когда дети еще не способны самостоятельно оценивать сложные моральные вопросы. Однако ключевым аспектом здесь является метод и подход к воспитанию. Важно не просто навязывать детям моральные нормы, но и объяснять, почему эти нормы важны. В процессе воспитания нужно развивать у людей, у детей, способность самостоятельно анализировать, оценивать и принимать решения на основе критического мышления. Таким образом, дети не просто механически следуют морали, но начинают осознавать ее ценности и значения. Воспитание должно учитывать уникальность каждого ребенка, его склонности, интересы и способность к самостоятельному осознанию моральных вопросов. Если воспитание осуществляется с уважением к личности ребенка и его свободе, то моральные нормы воспринимаются им как полезные ориентиры, а не как внешнее давление. По мере взросления важно предоставлять детям больше свободы в принятии решений, позволяя им выбирать свои моральные принципы. Это способствует тому, что мораль становится не навязанной извне, а интегрированной в личность ребенка, основанной на его собственных убеждениях и опыте. Таким образом, воспитание детей можно рассматривать как процесс, в котором родители и общество передают моральные нормы, но при этом важнейшим является развитие внутреннего осознания и свободного выбора у ребенка. Это позволяет избежать превращения морали в навязанную и тем самым аморальную систему, обеспечивая ее принятие на основе осознанного и добровольного выбора. Предложим третий закон. Мораль является бесполезным аргументом в дискуссиях, поскольку она субъективна и относительна, не способна служить объективным критерием истины или справедливости в спорах, где участники исходят из разных моральных систем. Доказательство бесполезности морали как аргумента можно провести через анализ ее субъективной природы и ограниченной применимости в дискуссиях моральные нормы и принципы основаны на личных убеждениях воспитания о религиозных взглядах и культурных традициях. Что один человек считает моральным, другой может считать аморальным. Да чего уж скрывать. В течение жизни мораль отдельного человека может значительно видоизменяться. Из-за этого мораль не может служить универсальным критерием для всех участников дискуссии, поскольку каждый исходит из своего собственного восприятия морали. В мире существует множество моральных систем, каждая из которых имеет свои уникальные ценности и нормы. Когда люди с разными моральными системами вступают в дискуссию, они неизбежно сталкиваются с тем, что их моральные аргументы не признаются другой стороной. Это создает барьер для достижения взаимопонимания или консенсуса, поскольку каждая сторона будет отстаивать свою моральную позицию как единственное правильное. Моральные аргументы часто не поддаются объективной проверке, так как они основаны на ценностных суждениях, которые нельзя доказать или опровергнуть с помощью логики или фактов. В отличие от аргументов, основанных на эмпирических данных или логических выводах, моральные утверждения не могут быть подвергнуты одинаковой проверке всеми участниками спора, что делает их бесполезными в качестве аргумента для достижения рационального согласия. В истории можно найти множество примеров, когда моральные аргументы приводили к затяжным конфликтам, а не к решению проблемы. Религиозные, политические и этические споры часто основывались на разных моральных системах, что приводило к тому, что ни одна из сторон не могла убедить другую в своей правоте. Такие споры лишь подтверждают бесполезность, вредоносность и опасность в морали как аргумента в дискуссии. К какому же выводу мы приходим? Мораль не может служить эффективным аргументом в дискуссиях, поскольку она основана на субъективных, относительных и неподтверждаемых убеждениях. Различия моральных систем и невозможность объективной оценки делают ее бесполезной для достижения рационального согласия между участниками спора. Поэтому мораль не может быть использована как универсальный аргумент в дискуссиях, где участники придерживаются разных мировоззренческих позиций. Против третьего закона, утверждающего, что мораль является бесполезным аргументом в дискуссиях, поскольку она субъективна и относительна, могли бы выступить философы, которые считают, что моральные принципы имеют объективное значение и могут служить основой для рационального обсуждения и достижения справедливости. Опять же, Эммануил Кант был одним из таких философов. Он считал, что моральные принципы могут быть выведены из разума и, следовательно, обладают объективной силой. Кант утверждал, что его концепция категорического императива, ну, вкратце, не делай другому, чего не хочешь, чтобы делали тебе, как универсального морального правила, должна применяться ко всем разумным существам. С его точки зрения, моральные принципы не являются субъективными или относительными, а представляют собой выражение рациональности, которую могут признать все люди, если они действуют в соответствии с разумом. Поэтому он бы возразил, что мораль может и должна использоваться как объективный критерий в дискуссиях, поскольку она основана не на личных предпочтениях или культурных особенностях, а на принципах, которые можно рационально обосновать и сделать всеобщими. Джон Роллс также мог поспорить с этим законом. Он разработал концепцию завесы неведения и справедливости как честности, утверждая, что моральные принципы могут быть использованы для построения справедливого общества. Роллс верил, что если люди будут выбирать принципы справедливости, не зная своего положения в обществе, они придут к универсальным моральным принципам, которые справедливы для всех. Он мог бы возразить, что моральные аргументы, основанные на таких принципах справедливости, не только полезны, но и необходимы для достижения согласия и справедливости в обществе. Так или иначе, философы такие Кант и Роллс, которые верили в объективность и универсальность моральных принципов, могли бы оспорить наш третий закон, утверждая, что моральные аргументы играют важную роль в достижении справедливости и согласия в дискуссиях, и поэтому они не являются бесполезными. С точки зрения тех, кто поддерживает релятивистский или прагматический подход к морали, Кант и Роллс могли бы показаться неправыми, потому что их вера и объективность в универсальность моральных принципов не учитывает разнообразие культурных, исторических и личных контекстов, которые влияют на то, как люди воспринимают мораль. С этой точки зрения мораль не может быть универсальной, потому что она неизбежно варьируется в зависимости от индивидуальных и социальных факторов. Ярким примером для иллюстрации третьего закона может служить дискуссия о легализации абортов, которая ведется во многих странах и обществах. В этой дискуссии часто сталкиваются две моральные системы, одна основана на религиозных или традиционных убеждениях, утверждающих, что жизнь начинается с момента зачатия и что аборты являются морально неприемлемыми, а другая система основана на правах женщин, на самоопределении и контроль над своим телом, утверждая, что решение об аборте должно принадлежать исключительно женщине. Каждая из этих позиций исходит из разных моральных оснований, и ни одна из сторон не может убедить другую с помощью моральных аргументов, потому что они опираются на разные представления о том, что такое мораль и что является правильным. Для одной стороны моральным является защита жизни с момента зачатия, для другой защита права женщины на выбор. В такой ситуации моральные аргументы оказываются бесполезными для достижения консенсуса, потому что каждая сторона рассматривает свои моральные нормы как истинные и обязательные, а нормы другой стороны как ошибочные или аморальные. В результате споры о легализации абортов часто заходят в тупик, потому что участники дискуссии не могут прийти к общему мнению, основываясь только на моральных аргументах. Это показывает, что моральные нормы, будучи субъективными и относительными, не могут служить объективным критерием для разрешения таких сложных и противоречивых вопросов. Более продуктивным подходом в таких случаях может быть обращение к правам человека, правовым принципам или прагматическим соображениям, которые способны обеспечить общий язык и способствующие достижению согласия между разными сторонами. И, наконец, предложим четвертый закон. Мораль не равна благу общества, и множество бед произошло именно из-за следования моральным нормам. Сохранение жизни, достоинства и благополучия должны стоять выше морали и находиться вне ее пределов, поскольку эти фундаментальные ценности превосходят моральные требования и не могут быть ограничены субъективными моральными рамками. Доказательства этого закона можно привести через анализ исторических примеров, философских размышлений и сравнений фундаментальных ценностей с моральными нормами. История полна примеров, когда следование моральным нормам или идеологиям привело к массовым страданиям. Например, крестовые походы, инквизиция, религиозные войны были оправданы моральными нормами и религиозными убеждениями, но привели к огромным человеческим потерям и разрушениям. В этих случаях мораль использовалась как обоснование для насилия и угнетения, что явно противоречило благополучию и достоинству людей. Мораль часто отражает социальные нормы, которые не всегда соответствуют благу общества. Например, в некоторых культурах мораль оправдывала дискриминацию по признаку расы, пола или сексуальной ориентации. Эти моральные нормы приводили к страданиям и неравенству, что противоречит идее блага и достоинства для всех членов общества. Жизнь, достоинство и благополучие являются фундаментальными ценностями, которые важны сами по себе и имеют объективное значение для каждого человека. Эти ценности служат основой для построения справедливого общества и поддержания мира. Моральные нормы, напротив, часто являются результатом культурных, исторических и субъективных факторов, и они могут меняться со временем. Если моральные нормы противоречат этим фундаментальным ценностям, они не должны иметь приоритет. Например, мораль, осуждающая определенные медицинские процедуры или вмешательства, которые могут спасти жизнь, должна отступить перед ценностью человеческой жизни. Философы, такие как Джон Стюарт Милл, выступали за утилитаристский подход, согласно которому блага и счастья максимального числа людей важнее любых моральных предписаний. Милл утверждал, что моральные нормы должны подчиняться принципам максимизации счастья и минимизации страданий. Если следование морали приводит к большому количеству страданий, она должна быть отвергнута в пользу благополучия. В ситуациях, где моральные нормы приходят в конфликт с сохранением жизни или достоинства человека, необходимо отдавать приоритет фундаментальным ценностям. Например, в медицинской этике существуют ситуации, когда моральные нормы, основанные на религиозных убеждениях, могут противоречить необходимости спасения жизни. В таких случаях врачи обязаны действовать в интересах пациента, даже если это нарушает чьи-то моральные убеждения. Какой же мы сделаем вывод? Мораль, хотя и играет важную роль в обществе, не должна быть приравнена к благу общества. Она часто отражает субъективные изменчивые нормы, по своей сути иллюзорно, и эти нормы могут приводить к бедам и страданиям. Жизнь, достоинство и благополучие каждого человека должны стоять выше любых моральных норм и находиться вне их власти, поскольку эти ценности являются основой для справедливого и гуманного общества. Эти фундаментальные ценности должны оставаться неприкосновенными, даже если это требует нарушения или пересмотра любых моральных норм. Основания для блага человека вне моральных рамок можно сформулировать через несколько ключевых принципов, которые выходят за пределы традиционной морали и опираются на объективные и универсальные человеческие ценности. Каждый человек по своей природе стремится к сохранению своей жизни и благополучия. Этот инстинкт самосохранения является универсальным и присущ всем живым существам. Он не зависит от моральных норм и выступает как основополагающее основание для блага человека. Независимо от того, каковы моральные нормы в конкретной культуре, стремление сохранить свою жизнь и избегать страданий всегда будет важнее. Философия утилитаризма благо человека оценивается через призму максимизации счастья и минимизации страданий. Этот подход ориентирован на практическую пользу и общее благополучие, а не на абстрактные моральные принципы. Утилитаризм утверждает, что моральные нормы могут быть полезны, если они способствуют общему благу, но если они противоречат этому благу, их нужно пересматривать или отвергать. Современное понимание прав человека основано на принципе достоинства, равенства и свободы каждого индивида. Эти права формулируются как универсальные и не зависят от конкретных моральных систем. права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность являются основополагающими и не подлежат ограничению моральными нормами. Например, право на жизнь признается вне зависимости от моральных убеждений общества. Основанием для блага человека может служить естественная человеческая эмпатия, способность сострадать и понимать страдания других. Гуманизм как философское направление утверждает, что человек должен быть центром всех усилий, а его благополучие целью. Эмпатия и гуманизм предлагают ориентироваться на благо человека и его потребности вне зависимости от существующих моральных норм, которые могут быть неэффективными или даже вредоносными. Концепция естественного права утверждает, что существуют права и благо, присущие каждому человеку по природе независимо от социальных и моральных норм. Это право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Эти естественные права находятся вне рамок конкретных моральных систем и имеют первостепенное значение для каждого человека. Эти принципы показывают, что благо человека может и должно существовать вне рамок традиционной морали, сохранения жизни, достоинства и благополучия не требуют морального обоснования, поскольку эти ценности являются фундаментальными и универсальными, вытекающими из самой природы человеческого существования и общечеловеческих потребностей. Примером, иллюстрирующим четвертый закон в контексте навязывания вакцин во время пандемии COVID-19 может служить ситуация с принудительной вакцинацией и введением обязательных мер, которые вызывали серьезные общественные и личные конфликты. Во время пандемии многие правительства приняли насильственные решения ввести обязательную вакцинацию для определенных групп населения, таких как медицинские работники, учителя, другие представители профессии, имеющих дело с большим числом людей. Эти меры были оправданы стремлением защитить общественное здоровье и предотвратить дальнейшее распространение вируса. Однако такие действия вызвали значительное сопротивление со стороны людей, которые считали, что принудительная вакцинация вакцинами, разработанными на коленке, нарушает их личные права и свободы. Некоторые люди основывались на своих моральных, религиозных или философских убеждениях, отказывались от вакцинации, считая, что государство не имеет права принуждать их к такому шагу. В их глазах навязывание вакцинации становилось аморальным актом, нарушающим их право на автономию и личное решение о своем здоровье. В некоторых случаях это привело к протестам, юридическим и социальным конфликтам, а также к усилению недоверия к властям и к медицинским учреждениям. Этот пример показывает, что навязывание моральных норм, даже если они направлены на благо общества, может привести к противоположным результатам, когда люди ощущают нарушение своих фундаментальных прав и достоинств. В таких ситуациях сохранение жизни, достоинства и благополучия должно находиться выше моральных норм, особенно если это нормы вызывают сопротивление и разделение в обществе. важно найти баланс между защитой общественного здоровья и уважением к личной свободе и праву на выбор, чтобы избежать того, чтобы моральные нормы становились источником бедствия и конфликтов. Выводы из предложенных законов оказываются весьма полезными для общества, поскольку они предлагают более реалистичный и устойчивый подход взаимодействия между людьми. Прежде всего признание иллюзорности морали освобождает нас от иллюзии, что существует некая универсальная истина, к которой все обязаны стремиться. Это помогает избежать ненужных конфликтов и споров, которые часто возникают на основе разных моральных систем. Вместо того, чтобы настаивать на собственной правоте, люди могут сосредоточиться на поиске практических решений, которые работают в конкретных ситуациях признавая, что моральные ценности могут различаться и изменяться. Второй закон, гласящий, что навязанная мораль становится аморальной, способствует устойчивости общества, так как он подчеркивает важность свободы выбора и личной ответственности. В обществе, где принципы морали не навязываются, а предлагаются как осознанный выбор, люди более склонны следовать этим принципам, так как они видят в них не принуждение, а личную ответственность. Это создает основу для более доверительных и стабильных социальных отношений, где каждый человек действует не из страха наказания, а из понимания и согласия с общими ценностями. Третий закон о бесполезности морали, как аргумента в дискуссиях, учит нас не полагаться на моральные рассуждения, как на инструмент разрешения конфликтов и достижения соглашений. Вместо этого он предлагает искать более объективные прагматичные подходы. Это помогает создавать более прозрачные предсказуемые условия взаимодействия, где не нужно рассчитывать на чью-то моральную добропорядочность, допуская, что в сложной ситуации могут украсть или обмануть. А сознание этого помогает не только не провоцировать на нечестные поступки, но и строить отношения на основе договоренностей, которые не зависят от моральных ожиданий, а защищены правовыми или организационными механизмами. Четвертый закон, утверждающий, что мораль не равна благу общества, и множество бед произошло именно из-за следования моральным нормам, а сохранение жизни, достоинства и благополучия должны стоять выше морали и находиться вне ее пределов, приносит несколько ключевых выгод для общества. Прежде всего, этот закон помогает обществу избежать догматизма и фанатизма, которые часто возникают, когда моральные нормы становятся неоспоримыми и абсолютизируются. Признавая, что благо человека превосходит моральные нормы, общество становится более гибким и адаптивным, способным пересматривать и изменять устаревшие или вредные моральные установки. Это способствует прогресс и улучшению условий жизни, поскольку ценности, связанные с сохранением жизни и достоинства, получают приоритет. Далее, этот закон поддерживает идею защиты фундаментальных прав человека. Когда жизнь, достоинство и благополучие признаются высшими ценностями, это способствует созданию справедливого и гуманного общества, где каждый человек чувствует себя защищенным и уважаемым. Это снижает риск дискриминации и угнетения, которые могут возникать, если моральные нормы противоречат правам и свободам индивидов. Кроме того, закон помогает сосредоточиться на реальных, практических нуждах людей, а не на соблюдении абстрактных моральных норм. Это особенно важно в условиях кризиса или чрезвычайных ситуаций, когда моральные дилеммы могут препятствовать принятию необходимых мер для спасения жизни и обеспечению безопасности. Общество, следующее этому закону, способно быстрее реагировать на вызовы, принимать прагматические решения и поддерживать благополучие своих граждан. Наконец, признание того, что мораль не равна благу общества, способствует развитию эмпатии, сострадания и толерантности. Это позволяет людям более терпимо относиться к различным взглядам и убеждениям, понимая, что основой для принятия решений должно быть благо и счастье каждого, а не соблюдение догматических моральных принципов. Это, в свою очередь, укрепляет социальные связи и способствует мирному сосуществованию в мультикультурном и многосложном обществе. В итоге этот закон помогает обществу стать более справедливым, гуманным и адаптивным, способным поддерживать и защищать фундаментальные ценности, которые действительно важны для каждого человека. Мораль существенно отличается от уголовного кодекса, и понимание этой разницы имеет важное значение. Моральные нормы формируются на основе личных убеждений, культурных традиций, социальных ценностей, и они могут значительно варьироваться между разными людьми и группами. Не все моральное является незаконным, и не все моральное автоматически становится законным. Мораль часто является субъективной и относительной, а соблюдение зависит от внутреннего осознания и добровольного выбора каждого человека. Уголовный кодекс же, напротив, представляет собой объективный набор законов, регулирующих поведение в обществе, обеспечивающих правопорядок и защиту от нарушений. Эти законы обязательны для всех членов общества и поддерживаются государственными органами через механизм правосудия и наказания. Они созданы для обеспечения безопасности, стабильности и справедливости, и их нарушение влечет за собой юридическую ответственность. Понимание этой разницы важны, потому что моральные убеждения не всегда могут служить основой для правовых решений и правопорядка. Вопросы морали зачастую субъективные могут вызывать споры, в то время как уголовный кодекс предлагает объективные и универсальные правила, применимые ко всем. Это разделение помогает обеспечить функционирование общества на основе четких и предсказуемых законов, которые защищают права и свободы всех его членов, независимо от их личных моральных взглядов. В современном обществе, характеризующемся гетерогенной моралью и мультикультурным разнообразием, осознание иллюзорности универсальной морали становится особенно необходимым. В условиях, где разные группы придерживаются различных моральных систем, важно признавать и уважать эти различия, не настаивая на единых моральных стандартах для всех. Это помогает избежать ненужных конфликтов и способствует гармоничному сосуществованию. Однако такое общество не должно превращаться в жесткую среду, где никто никому не доверяет. Напротив, оно становится более гибким и открытым, допуская возможности обмана, но при этом не задавая лишних вопросов и не провоцируя недоверие. Люди учатся жить в осознании того, что риски существуют, но продолжают взаимодействовать, исходя из доброжелательности и открытости, что создает более спокойную и устойчивую атмосферу. Таким образом, эти законы предлагают обществу большую определенность и устойчивость, обучая людей жить в реальном мире, где мораль не всегда играет определяющую роль, и где осознанные выборы личной ответственности и правовые механизмы становятся основой для гармоничного сосуществования. Совокупность всех четырех законов в такой формулировке и последовательности, как мы предложили, не встречается в известных философских или правовых концепциях в виде единого набора принципов. Однако элементы этих законов могут быть найдены в различных философских и этических теориях. Идея о том, что мораль является иллюзорной или относительной перекликается с моральным релятивизмом и нигилизмом. Идея моральности навязанной морали находит отражение философии экзистенциализма Жанна Поля Сартра, который, например, утверждал, что подлинная мораль возникает из свободы выбора и навязывание моральных норм другим лишает их этой свободы, что само по себе аморально. Закон о бесполезности морали как аргумента перекликается с прагматизмом и релятивизмом, где моральные аргументы рассматриваются как субъективные и неэффективные для разрешения споров. Ричард Уорти и другие прагматисты утверждали, что в дискуссиях нужно сосредоточиться на практических результатах, а не на моральных принципах, которые могут быть субъективными и противоречимыми. Идея о том, что благо человека должно стоять выше моральных норм, частично отражена в утилитаризме и теориях прав человека. Утилитаристы утверждают, что моральные нормы должны подчиняться принципу максимизации счастья и благополучия, а защита прав человека в международных документах ставит достоинство и благополучие людей выше конкретных моральных норм. Хотя эти идеи могут существовать в разных философских и правовых традициях, наша совокупность четырех законов является уникальной в своем объединении этих концепций в один набор принципов. Это отражает более радикальный целостный подход к пересмотру традиционных представлений о морали и ее роли в обществе. Объединение этих идей в четыре закона важно по нескольким причинам. Каждый из этих законов, взятый отдельно, бросает вызов традиционным представлениям о морали, что весьма опасно. Но вместе они создают целостную картину, которая переосмысливает роль и значение морали в обществе. Объединение позволяет сформировать комплексную картину морали, показывая ее ограничения относительности потенциальной опасности. Это помогает взглянуть на мораль не как на нечто абсолютное, как на инструмент, который должен быть подчинен более фундаментальным ценностям. Каждый закон по отдельности мог бы восприниматься как разрушительный для морали, но вместе они не только критикуют, но и предлагают альтернативные ориентиры. Например, четвертый закон акцентирует внимание на ценностях, которые должны стоять выше морали, жизни, достоинства и благополучия. Это создает баланс между критикой традиционной морали и предложением новых оснований для этических мышлений. Объединение этих законов помогает глубже понять, почему моральные конфликты возникают и как их можно преодолеть. Признавая иллюзорность, относительность и ограниченность морали, а также ее возможную вредоносность, законы предлагают более прагматический и гуманный подход к решению конфликтов. Вместо того, чтобы упираться в моральные споры, эти законы подталкивают к поиску решений, основанных на сохранении жизни и достоинства, что способствует более мирному и справедливому обществу. Совокупность этих законов формирует основу для этической парадигмы, которая выходит за рамки традиционной морали. Это позволяет пересмотреть многие устоявшиеся нормы и взглянуть на этические вопросы с точки зрения практической пользы и защиты фундаментальных прав человека. Такая парадигма более приспособлена к сложностям современного мира, где разнообразие и смешение культуры и убеждений требует более гибкого и инклюзивного подхода. В современном мультикультурном и глобализованном обществе, где сталкиваются различные моральные системы, важно иметь такой набор принципов, который помогает преодолевать эти различия и сосредотачиваться на общем благе. Эти законы служат инструментом для адаптации общества к новым реалиям, позволяя находить общие ценности и цели, несмотря на моральные разногласия. Так или иначе, объединение этих идей в четыре закона не только усиливает их влияние, но и создает более комплексную и полезную основу для понимания и решения этических вопросов в современном мире. Дело в том, что в философии морали и релятивизма основное различие связано с понятием универсальной субъективной истины. Мораль предполагает, что есть некие универсальные правила, которые применимы ко всем людям, независимо от времени, места или культуры. Эти правила помогают определять, что правильно, а неправильно, и служат основой для наших суждений. Релятивизм, напротив, утверждает, что эти правила не универсальны, а зависят от контекста социального, культурного или личного. То, что морально в одной культуре, может быть, аморально в другой. Релятивизм учит нас уважать культурное разнообразие, но одновременно вызывает вопрос, как мы можем судить или осуждать поступки, если все моральные правила относительны. Проблема в том, что наш разум устроен так, что мы склонны искать виноватых. Мы привыкли видеть все в цепочке причин и следствий, и из-за этого часто стремимся найти конкретного виновника, как если бы это было запрограммировано в нашем сознании. Тем не менее, это создает конфликт между нашей потребностью искать виноватого и идеей релятивизма. Мы привыкли находить кого-то, кого можно обвинить в наших проблемах, но это противоречит релятивистскому подходу, который рассматривает события и действия в их конкретном контексте, а не так, как что-то однозначно правильное или неправильное. Когда мы обвиняем, мы часто упрощаем сложные ситуации и не учитываем все обстоятельства. Наша склонность искать виноватых не сочетается с релятивизмом, который призывает рассматривать вещи с разных точек зрения, а не сводить все к одной причине. Возложение вины – это известная черта человеческого мышления. Мы часто ищем виноватых, будь то другой человек или даже мы сами. Вина становится своеобразным козлом отпущения в наших мыслях и рассказах. Чтобы справиться с этим наш разум создает механизмы оправдания и особенно самооправдания, защищая наше восприятие себя и уменьшая внутренние противоречия, часто независимо от того, насколько наши действия действительно оправданы. Из-за этой склонности оправдывать свои действия из-за изменчивого характера вины стабильность моральных принципов могут быть абсолютно иллюзорны. Это видно даже на личном уровне, не говоря уже о больших социальных группах или человечестве в целом. Например, активист-эколог, оправдывающий частые полеты ради большего блага, родитель, ворующий ради выживания своей семьи, или нации, ведущие войну под предлогом освобождения и защиты. Эти примеры показывают, насколько изменчивы и зависят от контекста моральные принципы, ставя под сомнение идею абсолютной морали, вызывая конфликты между моралью и релятивизмом. Вера в абсолютную мораль может быть опасной, так как она дает людям право судить других, что само по себе может быть аморальным. Когда моральные принципы рассматриваются как неизменные и универсальные, это часто приводит к жестоким суждениям и отсутствию понимания или сочувствия к другим точкам зрения, что мешает развитию плюралистического общества. например, как мы уже обсуждали, взгляды на смертную казнь или аборты, не учитывая сложные обстоятельства. Такая жесткость препятствует диалогу и пониманию, мешая разным точкам зрения мирно существовать. Эти примеры показывают, как важно признавать сложность и относительность моральных суждений. Так как же найти решение? Куда обращаться за советом, если все относительно? Возможно, единственный надежный ориентир это человеческие потребности от базовых, таких как еда и вода, до более сложных, как любовь, безопасность и самореализация. Лишать здорового человека еды или воды, аморально, независимо от обстоятельств. Так же аморально отказывать кому-то в безопасности, любви, принятии в обществе или возможности развиваться. Однако заставлять кого-то есть, любить или учиться тоже может быть неправильно. Наша задача не в том, чтобы диктовать, как жить другим, а в том, чтобы создавать условия, в которых они могут выбирать сами. Это может означать создание среды, способствующей росту, развитие систем, поддерживающих индивидуальные решения, или формирование общества, уважающего разные стили жизни. Уважение личного выбора при обеспечении базовых потребностей может стать тем балансом между моралью и релятивизмом. В этом свете моральный долг становится не осуждением, а заботой и принятием. К чему привела нас бесконечная игра в мораль, в эти самопровозглашенные законы, что человечество выдумало, чтобы утвердиться в своем совершенстве и правоте? Мораль, так гордо возведенная на пьедестал, слишком часто становится теми самыми цепями, что сковывают живую душу не давая ей дышать, любить, прощать. Она хороша лишь тогда, когда не претендует на верховенство, когда не стремится подчинить себе жизнь и разум, когда не превращается в диктатора, способного судить и карать. Настоящая мораль – это не те правила, которые человек сам себе устанавливает, не те холодные постулаты, которые он безжалостно насаждает другим. Настоящая мораль – это добро, светлое, тихое, не требующее награды или признания. Когда человек, следуя своему сердцу, варит добро, не называя его моралью, не выставляя его на показ. Когда добро становится естественным, простым, как дыхание, когда оно проникает во все закутки жизни, освещая их не показной добродетелью, но внутренней чистотой и искренностью. Вот тогда и только тогда мораль становится истинной, когда она не закон, не судья, не палач, а нежная рука, протянутая в помощь, словно утешение, не требующая ничего взамен. Когда она это не мораль, а добро, само собой разумеющееся, без лишних слов, без гордого знамени, которым размахивают перед толпой. Ибо там, где мораль становится самопровозглашенной, там нет места добру, там лишь холодный суд, разделяющий людей, осуждающий, но не прощающий, требующий, но не дающий. И в этом истинное зло не в том, что человек живет без морали, а в том, что он забыл, что настоящее добро выше всякой морали, что оно не нуждается в законах и предписаниях, но живет в каждом сердце, готовое проявиться там, где его меньше всего ожидают, но где оно нужнее всего. И тогда мир, освободившись от оков карающей морали, задышит вновь. И люди вспомнят, что такое настоящая человечность без надуманных правил и ненужных ограничений. Просто добро. м 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 Субтитры создавал DimaTorzok